В России по закону существует ли уголовная ответственность за создание финансовой пирамиды и за ее продвижение? Сотрудничаю с многими телевизионными каналами и печатными изданиями, являюсь экспертом российской газеты, это орган правительства Российской Федерации, газета Коммерсант и прочее, мы можем вполне опубликовать статью, где указать фамилию. Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Марк Марцинковский, сегодня мы находимся в офисе удивительного человека Дмитрия Зацаринского, это один из самых известных адвокатов Москвы, очень успешный человек, о котором вы можете ознакомиться более подробно на его сайте. И сегодня речь у нас пойдет про финансовые пирамиды, про то, как Дмитрий в своей практике сталкивался с ними, и обсудим очень важные вопросы, потому что мы, дорогие друзья, прекрасно с вами знаем, что сегодня на рынке 98% тех так называемых «инвестиций» в кавычках, это никакие не инвестиции, а финансовые пирамиды. И для меня огромная честь таким специалистам, как Дмитрий, сегодня пообщаться и расставить все точки на «ды». Дмитрий, еще раз приветствую. Приветствую, Марк. Для меня огромная честь с вами пообщаться, с тобой, да, мы на «ты» перешли, сразу Дмитрий попросил. И, если можно, Дмитрий, немножко о себе, о своей практике, и сталкивался ли ты вообще с финансовыми пирамидами? Да, добрый день, уважаемые зрители. Немного о себе. Я работаю адвокатом уже 18 лет. До этого работал следователем прокуратуры, раскрывал убийства и прочие тяжкие преступления. Вот, я родом из города Волгограда, вот, если вы углубитесь в историю финансовых пирамид, оттуда их вышло очень много. Они действовали в 90-е годы, такие названия, так, «Хопер Инвест» и прочее. Вот, их было несколько, я всех уже не помню, вот, самое громкое на ум пришло. Вот, естественно, я сталкивался, вот, в основном я представил интересы потерпевшей стороны, когда речь шла о взыскании сумм этих людей. Они были признаны мошенниками, и суд взыскивал с них деньги. Вот, там, речь шла о крупных суммах. Зачастую, вот, обращая внимание, зрители, зачастую получить свои деньги не представлялось возможным, так как там работали грамотные люди, и все финансы и средства были выведены за границу, и найти какие-то концы не представлялось возможным. Вот, ну, собственно, вкратце все. На сегодняшний день в России по закону существует ли уголовная ответственность за создание финансовой пирамиды и за ее продвижение? Если это не создатель, а сам, скажем так, участник этой финансовой пирамиды. Ну, если лицо вносит свои деньги, как участник этой пирамиды, он может не знать об этом. Для него, естественно, никакой ответственности нет, кроме ответственности перед самим собой за потерянные деньги. Что касается для организаторов и активных участников финансовых пирамид, то не так давно в Уголовный кодекс была введена статья 172.2. Она предусматривает ответственность за организацию деятельности по увеличению денежных средств или имущества физических лиц в крупном размере, при которой выпал это доходы осуществляется за счет привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества предусмотрена данная уголовная ответственность. То есть здесь законодатель четко увязал несколько моментов привлечения деятельности, отсутствие реальной деятельности и незаконные схемы этой деятельности. Необходимо отметить, что по данной статье, она не мертвует в статье, она работает, по данной статье было привлечено достаточно людей в разных регионах России. Суммы ущерба порой исчислялись сотнями миллионов рублей, миллиардами рублей. Об этом чуть позже. О конкретных примерах мы и скажем. За совершение данного преступления достаточно серьезная ответственность предусмотрена. Если небольшие какие-то суммы, до 4 лет лишения свободы, если крупный размер, как правило, речь о крупном размере, свыше миллиона рублей, свыше 10 миллионов рублей. Здесь уже идет речь о лишении свободы до 6 лет. То есть это с точки зрения законодательства считается тяжкое преступление. Так что, я думаю, нашим зрителям не лишне будет знать, что люди, которые в отношении них, возможно, совершают какие-то финансовые преступления, на них можно найти управу. Просто нужно найти смелость и обратиться с заявлением в полицию. У нас есть сейчас конкретно примеры. Есть люди, которые уже за полтора-два года были в трех финансовых пирамидах. Очень больших. То есть, скажем так, это сотни тысяч людей, которые потеряли деньги. Человек был в одной пирамиде, она закрылась совершенно спокойно. Она переходит в другую финансовую пирамиду и говорит, что типа это риск, это битм, все бывает, до свидания. Давайте в новую пирамидку. Она закрывается вторая, сотни тысяч людей теряют деньги, в третью перешла. Вот сейчас уже третий или уже четвертый, я уже даже сбился со счета. Если люди сейчас с разных стран напишут заявление на этого человека, что с ней может быть? Ну, как-то, каждая ситуация уникальна, нужно разбираться в конкретном случае. Я думаю, вот этот человек, она же не обращалась в полицию, да, с заявлением пострадавшего? Пострадавших сотни тысяч. А, ты говоришь об активном участнике? Да, да. Она именно участник, который строил там команду, как бы, да, ветку. Это, ну, достаточно такие серьезные преступления. Они требуют привлечения больших сил и средств, в частности, со стороны полиции, следствия. Они расследуются порой годами, вот. Ну, как всегда, начальный этап этого заявления еще лучше будет, если заявление будет от нескольких человек с конкретными там фамилиями, адресами, суммами, с финансовыми документами, свидетельствующими о вложении денежных средств и не возврате их. Вот это будет первым сигналом, после которого органы полиции начнут действовать. Вот, если дело приобретет какой-то большой резонанс, кстати, ну, я могу вам в этом, в этой ситуации помочь. Да, я сотрудничаю с многими телевизионными каналами и печатными изданиями, являюсь экспертом российской газеты, это орган правительства Российской Федерации, газеты Коммерсант и прочее. Мы можем вполне опубликовать статью, где указать эти фамилии и параллельно запустить процесс проверки в полиции. Это даст результат возбуждения уголовного дела близких к 100%. Это очень хорошо. Потому что общественный резонанс для таких преступлений, для любых преступлений, которые скрыты, покрываются, возможно, корруппированными сотрудниками правоохранительных органов, общественный резонанс – это смерть. Дело, значит, наши руководители, и в том числе высшего уровня, там, на уровне, там, замминистра внутренних дел, руководители, там, следственного комитета, их помощники, другие ответственные лица, они все это смотрят, отслеживают. И, естественно, порой даже никакие коррумпированные связи не помогают, если будет дано на высшем уровне указание возбудить уголовное дело и привлечь преступников к ответственности. Это будет сделано, если, опять же, на самом высшем уровне будет принято решение, когда речь идет о таких больших суммах и большом количестве людей. Ну, как профессионал, адвокат высочайшего уровня, что можно сейчас посоветовать людям, которые потеряли деньги, куда им, в первую очередь, идти? Это полиция? Я думаю, нужно им объединиться, хотя бы, ну, может быть, 5-10 человек, как-то обменяться контактами. Возможно, обратиться к адвокату, который составит грамотное заявление, пойдет с ними в полицию, со всеми сразу, они подадут заявление, получат обязательно талонное уведомление, надо получить о том, что их заявление зарегистрировано, дадут объяснение, дело будет передано сотруднику полиции. Очень не хотелось бы, чтобы этот материал передан был участковому, назовем его Ивану Ивановичу, у которого в кабинете вот такие папки дел, зарплата 30 тысяч рублей и стертые ботинки. Вот. Хотелось бы, чтобы данное дело взято было на контроль, ну, оперативными сотрудниками, которые проводят проверку, устанавливают первоначальные какие-то моменты, ну, действительно, там есть этот организм, существует по поводу этих платежей и прочего, и уже принимается процессуальное решение, либо отказе в возбуждении уголовного дела, либо в возбуждении уголовного дела, когда есть для этого основания. Статью я уже назвал, это статья 172.2, незаконные финансовые операции. А если практика конкретных людей, которых посадили, то есть именно даже, скорее, не организаторов, потому что их, как обычно, бывает сложно отследить, а именно тех, кто зовет в эти финансовые пирамиды, будучи участниками, получающих бонусы за построение структуры. Да, я подготовился к интервью, посмотрел. Доступные источники, вот недавно характерный пример, город Чебоксары, ООО «Старт Инвест», 942 гражданина пострадало, ущерб 172 миллиона рублей. Значит, один виновный организатор, 8 лет получил общий режим, второй его подельник, 6 лет. Значит, организация эта действовала с 2011 года, я думаю, жители Чебоксары, наверное, все слышали про это. У них даже было филиалов достаточно много, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск, вот, с 2011 по 2015 год действовали, что-то какая-то сумма маленькая, 172 миллиона, ну, следствием. И народу немного тоже, то есть 900 человек это ерунда. Ну, да, для такого масштаба, ну, скорее всего, наверное, не все удалось установить. Вот, ну, что удивительно, да, вот, 4 года действовала эта организация, наверняка были какие-то граждане, которые раньше обращались, ну. Крах компании наступил в сентябре 15-го года, когда закрылся главной фильм в Чебоксарах. Ну, я думаю, наверное, до этого шли дела ни шатка, ни вал, какие-то деньги выплачивались. Ну, когда уж совсем все стало плохо, там, деньги вывели, ну, тогда это все произошло. Вот, возможно, людей, которые посадили, ну, они не являясь истинным организаторами. Данные финансовые пирамиды, сложно сказать. Ну, тем не менее, данные уголовного дела возбуждаются, ну, не всегда там как-то гладко, часто, как после какой-то борьбы, переписки длительные, подключение прокуратуры, суда. Ну, я считаю, это возможно, вот, и людям просто нужно проявить настойчивость, и тогда они получат, ну, есть шанс свои деньги получить. И самое главное, получить какое-то моральное удовлетворение, не чувствовать себя, ну, обманутым человеком какой-то, внизу какой-то социальной лестнице, отстоять свои права. Это тоже, ну, большое дело, я считаю. Вот многие такие, скажем так, в кавычках, лидеры, да, ну, которые ведут за собой финансовые пирамиды, прикрываясь под эгидой легального бизнеса, потому что эти компании, финансовые пирамиды, они очень сильно эволюционировали. То есть, если раньше это было все очень, я бы, такое дело темное, да, не документация, ничего, сейчас оформляются где-нибудь в Каба Верде документы за тысячу долларов и далее по списку. То есть, все у них вроде как легально, вроде ведется какая-то деятельность, какие-то что-то происходит, они все это позиционируют. Вот, то есть, и когда финансовые пирамиды накрываются, вот, эти люди говорят, ну, вы знаете, бизнес дело рисковое, ну, не получилось. И когда видеоблогер, то есть, ну, вот мы про эту тему освещаем, да, смотрите, ребят, за кем вообще вы идете, что происходит? Каждый год люди в новой пирамиде, они начинают говорить, а вы знаете, вы задеваете наши честь и достоинство. То есть, вы еще нас оскорбили, то есть, люди, которые вели за собой сотни тысяч людей, которые потеряли дома. Вот я недавно комментарий читал, один человек из Казахстана пишет прямо на ютубе под роликом нашего коллеги. Он говорит, мы потеряли дом в этой пирамиде, дом, они заложили дом и потеряли его. И вот эти люди, которые, благодаря которым они были замотивированы, шли и инвестировали, в кавычках, да, потому что, ну, инвестировать в пирамиду невозможно, это просто обман. Они в итоге пытаются еще говорить нам и людям, которые их, как бы, ну, просто говорят, что вы делаете, да. Говорят, а мы на вас суд подадим еще, потому что вы называете нас вот такими некрасивыми словами, там, лоховоды, пирамидосы и прочее. Вот, согласно закону, они могут на нас подать что-то, например, если мы их вот так вот публично освещаем. Не, Маркс, ты несколько вопросов задал здесь, значит, по поводу деятельности, да. Естественно, в данной сфере крутятся миллиарды, приглашаются там лучшие юристы, специалисты, которые зарабатывают все новые и новые схемы. Но я точно убежден, при определенной проверке, даже не очень глубокой, потому что серьезную финансовую деятельность, вот здесь речь шла, там, сотнях миллионов рублей, вот, в Чебоксарах, ее скрыть невозможно, как бы, они же деньги-то на бумаге не берутся, это вот в пирамидах они берутся на бумаге, рисуются там нули. Здесь нужно же проверить документы, посмотреть, это производство или какие-то там мощности, откуда деньги-то берутся. И вот закон не зря говорит, что не ведется деятельность финансовая в тех масштабах, которые вот обославливают привлечение этих инвестиций. Все это проверяется легко, вот. К сожалению, зачастую данная деятельность покрывается коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, вот, и принимаются непроцессуальные решения. Но при определенном общественном резонансе, я думаю, это все дело можно продавить, и через прокуратуру, там, может быть, администрацию президента зачастую реагируют положительно на это. Все это можно... То есть, проще говоря, эти люди могут подкупать полицию? Ну, я... У меня такие факты, там, я привык конкретно говорить о чем-то. Возможно, такие факты. Такие факты были неоднократно. Вот, к сожалению, вот в стране у нас такое происходит, как и везде по миру. Ну, такое может быть. Иначе, я просто часто видел отписки разные, что, там, где сотрудники полиции даже не исполняли свои прямые обязанности, допустим, по опросу, там, какого-то гражданина. Он недавно читал. В беседе с таким-то, таким-то, вот, установлено следующее. Пардон, ты не беседусь с ним, как бабушка на лавочке. Берется объяснение, и по конкретным фактам, там, допустим, если указывается какая-то производственная деятельность, надо проверить, существует ли она. На самом деле, они только бумажки, там, существуют. Вот. У финансовых пирамид, естественно, никакой деятельности в масштабах сотни миллионов рублей не ведется. И, вот, а по поводу второй части, привлечения к ответственности тебя. Ну, я вот человек, знающий закон, и тебя, Марк, тоже предостерегаю от необоснованного причисления, там, каких-то людей к рангу мошенников и прочего. Есть простой способ, да, вот, обратиться в полицию, и, кстати, ты можешь это сделать. Возможно, мы с тобой обсудим про этих людей. Мы с тобой уже начали эту тему, мы после съемок поговорим. И, возможно, в отношении каких-то лиц появятся такие заявления, будут направлены куда следует. Вот тогда эти люди немножко подпритихнут. А я, человек, привыкший действовать эффективно, вот, кого-то, чтобы там обвинять, как-то не очень. Есть законная процедура, к ней нужно прибегнуть, и все. И пускай наши органы, ну, поработают и установят, есть ли там состав преступления, либо нет. А когда появляются конкретные потерпевшие, ну, суммы, которые они внесли и не смогли получить обратно, ну, здесь уже другая история, здесь надо принимать меры. И вытекает сразу вопрос, вообще, как отличить финансовую пирамиду от нормальных легальных инвестиций? Да. Отличия такие есть, сейчас я о них и скажу. Ну, прежде всего, хотелось бы нашим слушателям сказать, что существуют честные инвестиции. И они есть, нужно просто внимательно послушать, не делать карабаритных выводов, не инвестировать последние деньги. Но, тем не менее, вот мы даже хэштег вынесли за честные инвестиции. Они существуют. Ну, имейте в виду, уважаемые слушатели, что, и зрители, что, к сожалению, на рынке инвестиций подавляющее большинство, ну, речь идет там, может быть, тебе лучше, может, известно, а 80-90% это мошенники. Вот. И очень жалко и обидно за тех людей, которые попадаются в их лапы. Вот. Для этого, в общем-то, в том числе и снимаем данный ролик, чтобы этого не происходило. Из своей практики, вот сейчас несколько признаков назову, которые даже простому гражданину позволят какие-то выводы сделать. Во-первых, нужно посмотреть лицензию на ту деятельность, которая заявляется. Это инвестиционная деятельность, либо какая-то финансовая деятельность. Во-вторых, значит, гарантированный доход. Значит, финансовая компания, кроме банка, законодательство не имеет гарантировать размер дохода. Если финансовая компания гарантирует определенный процент, а еще если он будет достаточно большой, если мы говорим о ставке рефинансирования, по-моему, 7% годовых. Если вам предлагают процентные ставки 20%, бывает, и в месяц я как-то читал. 1% в день. Одного факта, если говорят, мы вам получим 1% в день, ну, это понятно, я вот сразу говорю, что дальше можно не слушать, потому что это понятно, что финансовая пирамида. Если все-таки вам интересно послушать, вы можете спросить, а вот чем гарантируется такая высокая, высочайшая доходность? Потому что если бы была она реальная, все деньги мира были бы у этих людей, работали бы, инвесторы получали деньги. Но, к сожалению, не происходит, потому что это обман. Вот. Посмотреть, чем эта фирма зарабатывает. Проблема в том, что, Дмитрий, извиняюсь, они рисуют очень часто сказки. У нас есть наш, там, типа, крипторобот, который торгует. У нас есть вот это. У нас есть такая компания, которая занимается сейчас микро... Типа мы выдаем микрофинансовые займы. Хотя по факту эти займы никто никогда не видел. Но у них даже там документы, типа лицензии. И человек вроде он углубился и изучил. Смотрит, вроде все есть. Ну, элементарно взять бухгалтерский баланс, отфотографировать его, если они там позволят. И я тоже не очень в этом разбираюсь. У меня есть там специалисты, которые привлекают. Но показать специалисту. Потому что, скорее всего, либо он будет отсутствовать, либо там какие-то, ну, смешные суммы, там, доходы будут фигурируют. Отсюда вопрос возникает. Либо вы там налоги не платите, либо никакой деятельности не ведется. Немножко попытаться изучить глубже, вникнуть проблемой. Тем более, когда речь идет, уважаемые зрители, там о ваших деньгах. И порой, ну, деньги, в общем, какие-то сумасшедшие. Я сам удивляюсь, как эта бабушка, там, реальный случай, 70 лет, инвестировал, ну, там, миллионы, там, десятки миллионов рублей. Ну, то и такое бывает. Ну, это, наверное, это любимый клиент таких финансовых пирамид. Опять же, на условия, что, по легитимности пирамиды, и как их отличить. Зачастую ставятся условия получения дохода, взаимосвязи, привлечения других людей, получения дохода. То есть, обославливается там, ты приводишь к нам людей, получаешь с них проценты. Ну, это четкий признак финансовых пирамид. То есть, можно сделать вывод, что прибыль получается с перераспределения денег в новых вкладчиках, и никакая производственная деятельность не ведется. Время существования финансовых пирамид, как правило, они существуют все меньше трех лет. Вот тут любопытная статистика. 93% финансовых пирамид существует меньше трех лет. Половина из них до 18 месяцев, то есть, до полутора лет. Также, обращайте внимание на это все. Я думаю, это не сложно. Вот наши такие тоже наблюдения, мой семилетний опыт тоже показывает еще критерии, если мы говорим про компанию, которая либо выпускает ценные бумаги, как они говорят, либо какой-то занимается инвестиционной деятельностью, у них должен быть банк, партнер. То есть, скажем так, куда клиент может пойти и с риск перевода делать перевод. У финансовых пирамид в основном это платежные системы какие-то. Типа Perfect Money украинская системка, которая непонятно где вообще, чего, откуда. И далее, далее по списку. То есть, вот это определяющий фактор именно банк, именно как оплатить средства. Я вот свой пример приведу, я не буду назвать финансовую компанию, чтобы не сошли за рекламу. Я думаю, она в ней не нуждается. Это крупная финансовая компания. Совершенно верно. У нее есть свой банк. И целая сеть банков, вот один рядом с моим домом находится, я туда пешком хожу. Я туда вношу деньги в банк и через день она оказывается на моем счету. Ну вот, так должна работать серьезная фирма. И потом, я прежде чем инвестировать, я ни день, ни два, ни три, я наблюдал, анализировал те кейсы, которые мне присылали, там несколько месяцев, прежде чем вложить свои деньги. Вот рекомендую нашим зрителям руководствоваться примерно тем же. И сейчас такое общее рассуждение, что тренд последнего времени это осознанность. Вот эти вот большие цифры, нули, они действуют на людей так, что люди теряют осознанность. Я предлагаю подумать, взять паузу, посоветоваться, изучить в интернете. Здесь масса информации есть о той или иной организации и уже сделать выводы. И, как правило, я думаю, эти выводы будут сделаны не в пользу той организации, куда вы планировали свои деньги принести. И еще последнее наблюдение, тоже я заметил, это именно как компания реализует свой продукт без инвестирования, без маркетинг-плана. То есть, в принципе, в любой компании, если мы говорим про инвестиционную компанию, которая позиционирует себя как какую-то бизнес-деятельность, то есть у нее должен быть какой-то продукт физический, правильно? Не может быть компании, которая говорит, мы инвестиционная компания, а чем вы занимаетесь? Мы просто инвестиционная компания. Сейчас это очень модно, есть фонд такой-то, инвестиционная компания, в которой... Всегда я спрашиваю, что я могу купить, либо какую услугу я могу получить без участия маркетинг-плана, это тоже является критерием. То есть, просто деятельность самой компании. Не может быть инвестиционной компанией, как инвестиционная компания, которая просто собирает деньги. Даже у банка есть какие-то услуги, правильно? Конечно, это называется финансовая пирамида, эта компания. Я выше уже сказал об этом. Немножко углубиться и посмотреть документы. Но, скорее всего, эти документы вам просто никто не покажет. Дмитрий, еще вопрос такой. Сейчас очень модно организовывать финансовые пирамиды по тематике криптовалют. То есть, сейчас вот какую пирамиду не возьми. Новая криптовалюта вышла на ICO, у нас там все полмира будут здесь, там этот роберт, там какой-то технология, блокчейн, волшебные слова, магические. Они придумают такие темы, еще говорят, что у нас наш робот торгует на бирже и в итоге мы зарабатываем нереальные проценты. А когда проще показывать этого робота, ну, вы знаете, это дело конфиденциальное, извините, голубчики. То есть, вот как сейчас отслеживать вот эту вот проблему, почему я так ее прям эмоционально даже выразил, потому что сейчас в России крипто-тема, она как-то вот на стороне, да, она не запрещена. Кто-то про нее что-то ей говорил, то есть, но отследить ее, то есть, невозможно, по сути, правильно? Оплачивать можно через там биткон кошельки, никто тебе ничего не скажет, все это конфиденциально. Да, я даже давал интервью газету Коммерсант, брала у меня интервью по взяткам, вот, мы там обсуждали вопрос, что есть случаи, когда взятки с именой России уже биткоинами платят, вполне, мне, потому что это скрытая схема, практически невозможность ее следить, и получателя, и человек, который оплачивает там взятку, ее дает. Вот, опять же, с этой темой нужно быть внимательным, смотрите документы, бухгалтерские отчеты, зарабатывает ли фирма сама, сколько фирм существует, хотя бы возьмите учредительные документы, если вы пришли в августе 2018 года в фирму, которая открылась в феврале 2018 года, уже делайте выводы, что там может быть. Ну, наверное, такой больше уже не юридический вопрос, да, а просто человеческий. Почему, Дим, такие люди, ну, их так много, да, почему вот огромное количество людей, зная, что есть инвестиции легальные, что есть хороший честный бизнес, что можно заниматься в интернете, также инвестировать, строить те же команды, то есть, все это легально можно делать, да, то есть, на абсолютно легальной, надежной основе. Почему так много людей все равно идут и наступают на те же грабли каждый год одно и то же, одно и то же? Почему так происходит? Ну, я думаю, как бы, человеческая жадность, ведь мечта простого обывателя ничего не делать, а деньги, чтобы капали, да, вот, значит, по поводу людей, которые слепо несут свои деньги, хотелось бы призывать их к осознанности, вот, тем, чтобы они не слепо верили обещаниям, проявляли какую-то минимальную осторожность, смотрели документы, собирали информацию в интернете, ведь там она доступна, открыта, смотрели учредительные документы, смотрели бухгалтерские документы, если им их покажут, если люди закрываются и скажут, это невозможно, там что-то, какие-то другие поводы придумать, ну, понятно, что вами манипулируют, вот, чтобы люди не покупались на большие нули, потому что за ними должны стоять серьезные какие-то производства и прочие инвестиции, что в большинстве случаев этого нет, вот, и есть организации, которые существуют долгие годы, которые занимаются, вот, как мы здесь видим, честными инвестициями, вот, на них нужно обращать внимание, опять же, какие-то минимальные проверки, производить, советоваться с теми людьми, которые, ну, в теме, в этой, ну, может быть, есть знакомые юристы, какие-то, бухгалтеры, показать им документы, спросить их, мнение, и я думаю, правильное решение придет, главное не спешить и проявлять осознанность. Друзья мои, огромное спасибо, что посмотрели этот ролик, и главное, действительно, огромная благодарность Дмитрию за Царинскому, за то, что он нам сегодня буквально по полочкам разложил все юридические моменты, и самое главное, друзья, если вы попали в финансовую пирамиду, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы еще не разобрались, не бойтесь обращаться сразу в полицию и непосредственно к самому Дмитрию. Все контакты вы видите у нас написаны, сайт, пожалуйста, обращайтесь, специалисты высочайшем уровне, который вам полностью поможет во всем, и мы пожелаем вам, друзья, заниматься честными, легальными инвестициями. Дмитрия, на последних пару слов. Друзья, обращайтесь, звоните, меня можно найти в интернете, адвокат зацаринский набирайте, и мои соцсети есть с конкретными примерами моей работы. Очень хотелось бы, чтобы там скоро появился пример постановления о возбуждении уголовного дела в отношении таких недобросовестных предпринимателей, которые обманывают людей. У меня с моей работой немножко обостренное чувство справедливости. Вот хотелось бы его в данном случае реализовать конкретными делами и конкретными, как наш президент говорит, посадками. Людей, которые обманывают наших граждан. Звоните, обращайтесь, и не забывайте, честные инвестиции существуют. Всем спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова